Вопреки всем правилам протокола, глава государства Нурсултан Назарбаев лично встретил Ангелу Меркель еще до начала официальной церемонии встречи в президентском дворце. Президент Казахстана и федеральный канцлер Германии вместе приняли участие в работе казахстанско-германского бизнес-форума, на который съехались порядка 400 предпринимателей со всего Казахстана и, конечно же, гости из ФРГ. Я позитивно оцениваю ту инвестиционную политику, которую проводит президент Нурсултан Назарбаев. Сегодня Казахстан – одна из немногих стран, где полным ходом идет процесс строительства, поэтому наша компания и дальше планирует расширять здесь свою деятельность. Здесь есть почва для того, чтобы создавать заново современное производство для разных областей индустрии. Это нас привлекает. Сегодня Казахстан уделяет большое внимание развитию новых технологий. Я считаю, это правильное решение. В стране есть большой потенциал для развития, к примеру, солнечной энергетики. Не случайно даже на национальном флаге страны изображено солнце. Я первый раз в Астане. Вашу столицу очень часто показывают по немецким телеканалам. Сегодня я убедился, насколько красив ваш город. Я считаю, что у Казахстана большое будущее, в том числе и в развитии отношений с немецким народом. Это все благодаря мудрой политике, лидера вашей страны. Первая в истории Германии женщина-канцлер, политик, которому удалось добиться рекордной популярности и поддержки со стороны своих соотечественников, и человек, чье имя несколько раз появляло в списках ведущих мировых СМИ в качестве самой влиятельной женщины в мире, Ангела Меркель впервые приехала в нашу страну с официальным визитом. Однако, если считать количество встреч Нурсултана Назарбаева и Ангела Меркель за последние три года, то это уже пятая по счету. Германия сегодня рассматривает Казахстан как надежного инвестиционного партнера и ключевое государство в Центральной Азии. Для Казахстана же сотрудничество с ФРГ всегда было в числе приоритетных направлений. Германия, как член Евросоюза за последние годы, стала надежным партнером нашей страны. Наши двусторонние отношения отличаются очень тесным сотрудничеством. Например, в прошлом году в нашей стране прошел год Казахстана в Германии, а этот год мы назвали годом Германии в Казахстане. Надеюсь, что он также будет очень успешным. В наших отношениях есть еще одно преимущество. Это наши граждане и ваши бывшие соотечественники, а также немцы, которые постоянно проживают на территории Казахстана. Мне кажется, это наш мост, который мы должны интенсивно использовать. На Казахстан, как на председателя ОБСЕ, сегодня возложены большие задачи. Нурсултан Назарбаев и Ангела Меркель во время переговоров в Аккорде обсудили вопросы международной безопасности и региональной стабильности. Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане и последним событиям в Кыргызстане. На этом фоне проведение саммита глав государств ОБСЕ в этом году в Астане выглядит особо актуальным. Кстати, Германия полностью поддержала нашу страну в этом вопросе. Я всегда поддерживала эту идею. Министры иностранных дел уже договорились о саммите. В ближайшие 14 дней определится дата проведения. Мы, конечно же, внесем свои предложения в повестку саммита, чтобы и я могла принять в нем участие. Товарооборот между Казахстаном и Германией в прошлом году приблизился к 3 миллиардам долларов. И это не предел. Только в рамках визита Ангелы Меркель в Казахстан было подписано 34 различных соглашения на общую сумму 2 миллиарда евро. К примеру, национальная компания «Казахстан-Темиржалы» заключила меморандум о сотрудничестве с концерном «Сименс». А руководство Самрук Казына и представители Дойчбанка договорились о создании Казахстанско-немецкого делового совета. Немецкие компании вложили в Казахстан 3 миллиарда долларов за эти годы. Казахстан в Германию внес 4 миллиарда долларов. Оказывается, мы инвестировали больше в Германию, чем в Германию в Казахстан. И наша поставлена задача довести товарооборот в ближайшие годы до 10 миллиардов долларов имеет очень хорошую основу. На сегодняшний день в нашей стране работает более 800 предприятий с участием немецкого капитала. Успешно реализовано около полутора тысяч проектов. Благодаря договоренностям Нурсултана Назарбаева и Ангелы Меркель германские предприятия будут участвовать в реализации программы индустриального развития Казахстана. В частности, немцы намерены увеличить свое присутствие в таких сферах, как металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, транспорт, телекоммуникации, исследования и использование космического пространства в мирных целях. Визит был удачный. И переговоры ясно продемонстрировали откровенность наших отношений, транспарентность, углубление политического, торгово-экономического, культурного сотрудничества между нашими странами. У нас прекрасный потенциал для расширения наших отношений. Казахстан является для нас важным поставщиком энергоресурсов, однако дело не должно останавливаться только на этом. Мы можем наладить и более глубокое сотрудничество, ведь Казахстан – это самый главный региональный партнер германской экономики. Астана и Берлин сегодня стали еще ближе. Нурсултан Назарбаев и Ангела Меркель наглядно продемонстрировали свое стремление не только к расширению сотрудничества практически во всех сферах, но и к выведению казахстанско-германских отношений на уровень стратегического партнерства. Артем Истомин, Махмуд Саурбаев, Наталья Илюхина, Жумагали Бергибаев, Бахтабай Шаханов и Кайрат Макожанов. Программа «Житекун». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова